Я всех приветствую в предыдущий мой пейзаж, первый, который я начал рисовать. Видимо, что я пошел ради того, чтобы продолжать созидать. Я придумал, я простой человек, я придумал такие спицы, спицы проложить, но они могут не удерживать. Тогда мы поставим раз, и вот так, потому что это реально сложная путь в длины сжиматься, не вытягиваться, не отводить, не отводить, а это реально сложная конструкция. Получается это. Все. Смотрите, какая пейзаж я сделал нашивку. Зачем спрашивать? Я бы мог объяснить, зачем, может, не стоит объяснить, если я должен созидать. Нет, ну, неужели никто не видит? Какая мощь, какая энергия. У них, у этих рисунков. Уже ли никто не чувствует? Почему, почему вы обращайте внимание на такие? Открываем. Начинаем. Сколько же много здесь всего. ручку река река будет выходить река это быть здесь берег и Пошли к сарасу. Слишком много я на уровне взгляну. Черт. Собирайся. что какого-то дыр арк и сусе смотри человек и кости сердце ради того что решительным взмахом как ван гог чтобы рисовать ради создания ради одного лайка двух лайков для меня это радость 5 лайков это для меня великое достижение точнее на самом деле даже если ноль лайков я все равно буду рисовать просто че ахмут к тузак я уже не знаю она у меня по-разному постоянно получается делать в цвете или нет сами решайте просто из воображения буквально буквально из воображения применить формате потому что здесь должна быть мощная граница между башни ксадоса и данным планом к сожалению пламасера надолго не хватает а 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 Пусть вообще всё добавится с синим светом. Так вот. Настоящие котики. Хочу вспоминать в башнице. Сорян, ребята. Разбивают, мы вышиваем. Менецы. Прекрасные менецы. Я рад рисовать. Они сидят у себя в кабинете. Я ничего не делаю. Получают чиновники. Я ничего не получаю. Ну, почти что ничего не получаю. Но иногда. Вот за лекарство мне дали. Спасибо вам. Я сейчас спокойно. Я создаю хоть что-то. Хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Хотя всем давно надоели. Менецы. Вы уже, наверное, идёте по городу. Видите логотип мельницы на пивном магазине. У вас уже тошнит, наверное, это. Одни мельницы, одни мельницы. Они, кстати, портят имидж. Я когда увидел. Пивной магазин один. Сейчас в городе. Там мельница логотип изображён. Типа, что она там из натурального всего делает. Вот здесь всё такое. Оскверняет. Оскверняет. У меня мельница – это символ вечного движения. Это нечто большее, чем простое. Если хотите, могу философские лекции почитать. Готовы лекцию слушать. Я капитан прочитаю лекцию. Так. Мельница. Во-первых, какой танк был самым главным? Ну, самым, самым известным. Какой ты знаешь танк Второй мировой войны? Отвечай. Тигр. Тигр. Короче, смотри, мельница – это символ вечности. Это символ бесконечной энергии. Она… Мельница – это как ранний генератор, который сейчас используется ради отопления всех домов и всего прочего. Это как зарождающееся что-то. Также она может отталкивать мелких птиц. Там, например, вот такое сооружение. Может отталкивать птиц от полей. Крутиться. Отталкивать птиц. Все равно еще барашков. Какие-то, чтобы они не коптали светлуха, например. В будущем это… Сейчас уже давно они должны изобрести. В общем, смысл в том, что… Вот задумайся. Вот просто представь, что в каждом доме есть такой генератор, который производит энергию, тепло, да и все… Точнее, или один на весь город. И он работает на самообеспечении. За его обслуживание жителям города, например, 100-тысячного, требуется оплата всего… Там… Без лайф. 10 рублей. 10 рублей просто в месяц. Все. Представь, как это невыгодно. Вот этим вот… Кое-кому. Представь… Поставь их на себя, на их место. Они уничтожат любого. И семью, и вообще всех, кто-то посмеет создать такую вещь. Они уничтожат. Поэтому мы до сих пор живем у меня у средневековья, как бы сказать, в этом плане. Можешь мне не верить, ты можешь верить. Но ничего не можно сделать. Это причем могут сделать. Это могли бы давно сделать, но им это не выгодно. Я выгодно, что мы платили за все это огромные деньги. Думаю, это ад. Это моё личное мнение. Точнее, мнение подкрепленное разными классическими, консервативными, блогерами, конспирологическими, декоративными. Ладно, важно. Которые сами-то, может быть, у меня бы там распялились, увидели. Ну, для меня мельница — это не просто какая-то фигня, которая спит до пива, там, злаки или что-то там, вот так вот, муку перезмалывают. Это для меня еще было в 2008 году чем-то важным. Смотрите, что это не было. Это для меня. Это для меня. Это для меня. Продолжение следует...